Всем доброго дня! Это Гелиосар. И сегодня мы начинаем новый цикл занятий под названием «Английский с нуля» по учебнику Валентины Скульте. Перед нами пять английских букв. Итак, первая английская буква – буква «А». Пишется она почти так же, как русская буква «А». Вот смотрите, как она пишется. Начинаем сверху, вниз. Если бы это была русская буква «А», мы бы еще вот здесь палочку написали. Но английская буква «А» пишется без нее. Маленькая пишется точно так же. Показываю еще раз. Буква «А». И большая, и маленькая, посмотрите, пишутся совершенно. Одинаково. Пишите теперь строчку до конца. Тренируйте руку и повторяйте про себя. «Эй». «Эй». Теперь на следующей строчке давайте напишем по-русски название буквы. «Эй». Напишем большую письменную, маленькую письменную. Большая печатная пишется опять, как русская буква «А». А маленькая печатная мы не будем писать так, как в учебнике. Мы напишем вот так, просто. Но без вот этого вот хвостика. Печатная буква от письменной отличается, что у письменной есть вот этот вот хвостик. С помощью этого хвостика буквы соединяются между собой в слово. Буква «Би» у нас следующая буква. Пишется она, как русская буква «В». Вот так вот. Большая. И вот точно так же, как русская буква «В» маленькая. Ещё раз посмотрите. Пишите теперь строчку и повторяйте про себя. Буква «Би». Буква «Би». Когда дописали строчку до конца, напишите название буквы по-русски «Би». Напишем большую письменную, маленькую письменную. Большая печатная опять пишется, как русская буква «В». А вот маленькая печатная уже не как русская буква «В». Она пишется как мягкий знак, только палочка длинная. Видите, она хоть и называется маленькая буква, но она ростом с большую палочку надо длинную писать. Ну, следующая буква, она самая простая. Она называется буква «Си» и она и похожа на русскую букву «С». Мы не будем её писать строчку. Мы сразу напишем по-русски название буквы «Си». Напишем большую письменную, маленькую письменную, большую печатную и маленькую печатную. А вот дальше у нас идёт буква «Ар». Вы говорите «Ар» и язык задираете кверху. У нас получается «Ар». Попробуйте. Говорите «Ар» и язык задираете кверху. «Ар». Вот это буква «Ар». Пишется она похоже, как русская буква «В», но хвостик вот сюда. Посмотрите ещё раз. А хвостик наружу. Вот это буква «Ар». Пишите строчку, повторяйте про себя. «Ар». «Ар». А маленькая буква «Ар» пишется похоже на русскую букву «Ч». Вот так вот. Но вы пишите строчку и повторяйте про себя, что это «Ар». Написали строчку, теперь давайте напишем название буквы. Напишем «Ар». Но мы будем помнить, что это вообще-то «Ар», а не «Ар». Напишем большую письменную, маленькую письменную, большую печатную. Она, видите, как пишется? Как «Я», только наоборот. И маленькую печатную. И последняя буква у нас буква «Ти». Не «Ти», а «Ти». Мы, когда говорим «Т», у нас язык у зубов. А чтобы сказать английское «Т», надо язык поднять немного выше, к нёбу. «Ти». Вот как пишется эта буква. Вот, посмотрите. Похоже чем-то на русскую букву «Г». Вот так она пишется. Сверху, вниз. И пишите строчку, повторяйте про себя. Буква «Ти». Буква «Ти». Дописали строчку до конца. И посмотрите, как пишется маленькая буква. Маленькая буква пишется у нас вот так вот. Можно писать вот без вот этого вот хвостика. Можно писать просто вот так. А вот этот хвостик, вот этот вот, он нужен для связи букв в слове между собой. И поэтому вообще-то хвостик вот этот вот мы пишем. Это буква «Ти». На следующей строчке напишем название буквы «Ти». Напишем большую письменную, маленькую письменную, большую печатную. Смотрите, печатная вообще как русская «Т» пишется. и маленькую печатную. Маленькая, хоть и называется маленькая, ростом с большую букву. Вы её длинную пишите. Вот мы написали английские буквы. А, Б, С, Р, Т. Но есть буквы, а есть звуки. Это не всегда одно и то же, как и в русском языке, кстати. Вот русское слово «зуб». Пишется «зуб», проверочное слово «зубы». А читается «зуб», то есть буква «Б», а звук она даёт «П». Или «собака», слово «собака». Пишется «со-ба-ка». А говорится как «собака», так ведь? То есть буква «О», а звук она даёт «А». Вот то же самое происходит в английском языке. Посмотрите внимательно с левой стороны на страницу учебника. Вы увидите три слова. Буква «Эй» есть в каждом из этих слов. Она стоит, во-первых, в середине каждого слова, во-вторых, она стоит перед каждым словом. И вот тут возникает вопрос. А зачем вообще буква «Эй» стоит перед каждым словом? Тут надо вспомнить такую тему, как части речи. Видите ли, и в русском, и в английском языке существуют части речи. Это существительное, прилагательное, глагол. Существительное, если кто случайно забыл, это часть речи, которая отвечает на вопрос «кто?», «что?» и обозначает предмет. Вот тут у нас перед нами три существительных. Кошка, летучая мышь, крыса. В английском языке существительное – это несамостоятельная часть речи. Нельзя сказать просто «кошка», нельзя сказать просто «крыса». Обязательно надо говорить «это кошка», «та кошка», «моя крыса». Вот как-то так. Нельзя просто сказать существительное без ничего. При существительном что-то обязательно должно стоять. Но если нету ни «это», ни «то», ни «мой», ни «ваш», ни «твой», ни «его», то при существительном ставится «артикль». Вот эта вот буквочка «э», которая стоит перед словом – это артикль. Его надо читать, его надо писать, но на русский язык его не надо переводить. Как сказал один очень умный мальчик, артикль «э» стоит перед существительным, чтобы существительному одному не было скучно. Только в школе так не говорить. Итак, давайте рассмотрим, какой звук даёт буква «эй», когда она стоит перед каждым словом в виде артикля. Итак, послушайте. Вы слышите, что перед словом что-то есть, но толком даже не успеваете услышать что, потому что я говорю очень быстро. То есть вы слышите коротенький-коротенький звук «э». Вот он вот так вот и пишется. Это короткий, невнятный гласный звук, который слышно, что есть, но непонятно вообще что. Мы его называем короткий звук «э». Напишем, что это такое, а то потом будем думать, что-то мы написали тут такое. Дальше. Теперь посмотрим, какой звук даёт буква «эй», когда она стоит в середине каждого слова. Послушайте. Я открываю рот широко, как будто хочу сказать «а», но в последний момент передумываю и говорю «э». Вот такой вот звук. Это звук, который похож и на «а», и на «э» одновременно. Полу-а, полу-э. Напишем, что это такое. Полу-а, полу-э. То есть получается, что буква «эй» даёт два звука. Коротенький звук «э» и полу-а, полу-э. Следующая буква у нас буква «бэй». Она у нас стоит в каком слове? Посмотрите внимательно. Правильно, в слове «эбэт». Какой она даёт звук? Эбэт. Звук «б». Вот он так и пишется, как маленькая печатная буква. Напишем с вами, что это такое. Что это звук «б». Дальше у нас буква «си». Посмотрите, в каком слове она есть. Э-кэт. Э-кэт. Видите, буква-то «си». А звук она какой даёт? Кэт. Кээ. Вот и пишется, как русское «кэ». Только посмотрите, какая длинная палочка. Напишите рядом, что это звук «к». Дальше буква «р». В каком слове она есть? Э-р-рет. Э-р-рет. Да, крыса. Какой она даёт звук? Р-рет. Да, звук Р пишется как маленькая печатная буква. Напишем, что это звук Р. Ну, будем помнить, что это не Р, а Р. Обратите опять же внимание, все звуки всегда пишутся в квадратных скобках. Вот это вот, если кто случайно не знает, квадратные скобки. Вот. И у нас осталась последняя буква. Буква Т. Она есть в каждом слове в конце. Э-ке-т, э-бе-т, э-ре-т. Какой она даёт звук? Правильно. Т. Не русское Т, когда язык у зубов, а Т, когда язык чуть выше. Вот так и пишется, как маленькая печатная буква. Это звук Т. А теперь давайте сравним то, что мы написали со страницами учебника. Итак, первая буква, буква Эй. Вот она. И она даёт два звука. Коротенький звук Э и полу-А, полу-Э. Буква Си даёт звук К. Буква Ти даёт звук Т. Буква Би даёт звук Б. И буква Р даёт звук Р. Вот так мы с вами и написали. А теперь давайте выполним упражнение. Я написала для вас название букв на русском языке. Вы должны написать большую письменную букву, маленькую письменную букву, большую печатную букву, маленькую печатную букву и в квадратных скобках звук. Сначала букву Эй, потом Ти, Би, Си, Р. То есть пять букв, которые мы с вами в первом уроке проходили. Можете смотреть в учебник. Если что-то забудете, можете смотреть в тетрадь. Ну вот, проверьте, что у вас получилось. Буква Эй даёт два звука. Коротенький звук Э, полу-А, полу-Э. Буква Ти даёт звук Т. Буква Би даёт звук Б. Буква Си даёт звук К. И буква Р даёт звук Р. А теперь выполните домашнюю работу. Домашняя работа будет такая же, как и упражнение, которое мы только что с вами выполняли. Надо будет написать буквы и звуки, которые эти буквы дают. Итак, буква Ти, Би, АР, Си, Эй. Напишите большую письменную, маленькую письменную, большую печатную, маленькую печатную и в квадратных скобках звук. Удачи! Продолжение следует...